Кварталов нет ни рубля бюджетного финансирования. Дальше. Иерусалимская лестница, это комфортная городская среда. Под этой программой релизовалась. Дальше. Мы сделали несколько проектов улиц. Тоже по комфортной городской среде будем делать. Дальше. Еще улицы. Дальше. Мы переработали всю схему энергообеспечения кварталов. Это тоже важно. Территория не будет развиваться, если ее не будет обеспечения. Инженерная инфраструктура. Дальше, дальше, пожалуйста. Это все модели, первичные пока фотографы. Здесь Анатолий Вызов присутствовал. Я видел. Я уже снимала. Дальше. Буквально в июле мы получили высшую награду «Золотой диплом» за проект «Иркутские кварталы» на архитектурном наследии. Дальше. И на сколько у меня я уже ушел? Мы не знаем, сколько у вас там еще. Нет, скажите, сколько времени я 2-3 часа скажу. Потому что, правда, хочется. Ну, большой сильно проектов. Ну, это на самом деле интересные слайды, поэтому личное правительство не обможает. Давайте, дальше. Просто вот в этой современности мы можем потерять лицо. И в этом задача, конечно. Мы начали исследовать и исследовали всю территорию Целеси Константиновича, Чертилова в том числе. Изучали территорию. Что же было на этой территории? Какие названия? Какая там архитектура? Дальше. И вот, ну, понимая, что вот так представление собственников выглядит прекрасно. И так они работают с наследием. Кстати, наш бренд, как бы, отразим, мне кажется, этот хаос. Поэтому мы зря на него ругаемся. Это наше, но, конечно, нам оно не нравится. Дальше. Примеры неровные. Смотрим, как люди с наследием работают дальше. Смотрим, ну, разные тут формы. Потому что они современные бывают. Дальше. Это все вот, это тоже работа с наследием. Потому что оно бывает и такой арт-хаус, но это, и это нравится, и это остается в будущем. И с этим надо тоже уметь работать дальше. Наследие, оно не только в архитектуре зданий, оно во всем проявляется дальше. Мы видим эволюцию деревянных зданий, но не понимаем, а какими зданиями должны быть в 21 веке, в 22 веке, имея вот этот код иркутский. Но вот это, конечно, хотелось бы нам сделать дальше. Мы понимаем, например, металлические, это я фотографировал примеры, как они современные здания пристраивают памятникам дальше. И это тоже решение. Есть хай-тек, и он тоже носит культурные коды дальше. Есть, как бы, вот эта культура и ресторанов, и дизайнов, и всего остального, это тоже культурные коды. Более того, она и нужна туристу, она и нужна местным жителям. В этом и есть любовь к родине. И в этом, как бы, если мы так живем, а не просто туристам показываем лубочные какие-то искусственные формы, кормим их солем, караваем. Кто из нас ел, когда последний раз каравай с солью? Это все не то наследие. Это нельзя как бы на прошлом этим жить дальше. И вот это будущее, втянуть это наследие дальше. Это морковка, прекрасное блюдо в Москве подается, дорого стоит. Мы просто не умеем ценить то, что растет у нас здесь дальше. Это интерьеры современные. Кстати, вот это, обратите внимание, молодежь стала любить наследие. Она очищает эти старые гирпичи. Мы сидим в пространстве модном, современном. Посмотрите, оно живое, и начинается поколение, которое прямо ценит и в будущее несет наследие. Это становится модным. Мне кажется, мы много лет над этим все вместе двигаемся, работаем дальше. 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 Ну это просто образы. Дальше. Это в Чите, это наследие современное. Даже вот это дерево в парке Зарядье, это тоже наследие российское. Дальше. Это иркутские команды уже работают с подачей по-другому. Они применяют нефрит, камень, байкальские какие-то мотивы. Дальше. Это начинает быть современным. Но несмотря на это, мы что жемчуг, что какие-то аршаны, что альфон, что листлянка. Но это просто ужас по отношению к тому, как мы относимся и к наследию, и вообще к пространству. Деградация не в памятниках. Все гораздо хуже. Дальше. Ищем новые формы, как это можно сделать в кварталах. Примеры и конкурсы проводим дальше. Ну и все. И несколько мыслей, как бы, таких ключевых. Про объект за рубль скажу, потому что это обман большей степени. Потому что если ты берешь в аренду объект стоимостью 100 тысяч рублей, а в него должен вложить 30 миллионов, и он не твой, а в аренде за рубль, то, к сожалению, никто в здравом уме и светлой памяти этого не сделает. Второй момент. Мы не можем найти и не работаем над тем, чтобы свести два разных мира. Сейчас здесь присутствует больше мир охранников. И они, как бы, все очень сильно возбуждаются по поводу сохранения. А есть мир предпринимателей экономики, есть мир людей, которые вкладывают, инвестируют в это все. Это два разных мира. И почему-то они друг друга совершенно не слышат. Те улетают в сторону того, что я показывал, уничтожая все на своем пути. Эти охраны, которые люди занимают, в свою сторону, гипертрофированно это все защищают. Почему нельзя просто договариваться, понимать друг друга и искать решения совместно? Совместно искать решения. Почему-то все думают, что я профессионал, и я могу диктовать, что делать этому предпринимателю. Это неправильно. За предпринимательство сто лет практически садили, статья была уголовная. Мы сами уничтожили этот класс. А хотим, чтобы они сейчас все были культурные, умные, правильно управляли своими объектами, целинили наследие. И все это делать? Это невозможно. И это несерьезно. Но хотим. Хотите, пожалуйста, я же не против. И, ну, наверное, все. Спасибо, Сергей Юрьевич. Действительно, очень большая, серьезная практическая работа ведется в Иркутских кварталах. И на этом наши основные доклады завершаются. И сейчас передам слово тем, у кого есть какие-то вопросы к нашим гостям или к выступающим. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы Шакеров Владимир Петрович дал свои комментарии. Это Черепилов Алексей Константинович. И, конечно, еще раз повторюсь, что резолюцию мы подготовили, но мы рады и открыты всем предложениям или корректировкам, которые возможны от вас. Так как в том числе эта резолюция готовилась и членами нашей экспертной группы при комиссии общественной палаты, и чиновникам просматривалась. То есть это не в одни руки написана резолюция, что невероятно важно. И мы тоже будем ждать ваших предложений. Девочки, микрофон, пожалуйста, Владимир Петрович. Спасибо. К сожалению, времени для комментариев не так много. Но то, что разговор был очень такой актуальный, словодневный, в общем-то, это говорит о том, что сама тема такая, что, в общем-то, не зателесованы все. Все сообщество, городское, областное, вся страна, это темы вечные, которые всегда будут на слуху. А проблемы там всегда были, есть, наверное, и будут дальше. Другое дело, что мы должны, по менее возможности, эти проблемы так или иначе решать. Вот буквально несколько таких ремарок. Ну, мало что меняется в нашем государстве. Вот мне пришли на память слова еще Николая Алексеевича Рейха в свое время еще на революцию, который писал о том, что надо ходить в углы чиновников, на которых памятники есть, хламы, убеждать их, до сих пор приходится это делать. И его с вами написал, что с разрушением памятников понижается культура. Это тоже далеко не все понимают. Поэтому это вещи, которые, видимо, всегда наслухуют, всегда все это внимание общественности. Есть ремарки, которые, может быть, не совсем получат давление, но я хотел бы поддержать службу, да, в том плане, что сокращение бюджетное и вывод из списка памятников, которые не перешли на госохрану, это объективный законодательный процесс. Вот список выводных памятников в свое время составлялся в других совершенно исторических условиях, и там очень много объектов, которых уже нет просто сейчас реально в действительности, особенно когда речь идет об области. Давно пора навести порядок там, потому что там стоят эти мертвые объекты, которые просто увеличивают эти списки. Для этого и нужна реализация за счет бюджета для того, чтобы эту работу проводить. Поэтому здесь я считаю, что она тоже должна проводиться, и сокращение этого списка – это объективный процесс, вы знаете, и по законодательству. Либо на госохрану, либо вообще, значит, да, без списка памятников. Еще одна алибрация, она здесь не совсем прозвучала. Дело в том, что слишком много меняется структуры власти, да, и вот, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы удалось бы провести такую релизию тех предложений, документов, которые в свое время появлялись. Потому что в разные времена готовились различные программы, которые потом уходили никуда. В частности, в свое время была разработана программа, целый год готовилась по сохранению деревянного зодчества в Иркутске. Она практически, ну, там власть сменилась, она ушла в никуда, но там были очень ценные предложения, которые сейчас актуальны. Или вопрос, который стоит в изучении и в каком-то, может быть, какой-то реализации зарубежного опыта. Тоже, смотря серьезную службу, и вообще специалисты, эксперты прорабатывают вопрос о доверительном управлении. Разные другие формы, которые успешно действуют за рубежом, но совершенно никаким образом они вот так-то у нас не уживаются в стране. И имеют не только Иркутск, а в целом тут и Москва, с вами был такой милый, и были разные структуры, которые этим занимались. Надо думать, потому что нельзя самим полностью только изобретать велосипед, а не учитывать то, что делается во всем мире. Дальше, ну, здесь я полно согласен с теми пунктами, которые в резолюции есть, потому что без общественности, без широкого привлечения общественности к работе по сохранению наследия, это, ну, днём-то рождённая будет работа, которая вот как раз и будет крутиться вот в чиновничьих этих вот кругах и иметь мало выхода. Вот как раз, кстати, все те проблемы, которые начались, они начались с того, что та общественная организация, которая в Иркутске была, у нас очень сильная была, мощная организация Иркутско-оригиональное отделение общества хана памятников, 50 лет, уже прошло, то есть опыт большой, на работах было много, но её снижение, как бы, её возможность активности началось с того, как её убрали, в соответствии с законом 73-м, от общественной экспертизы. То есть, практически, эксперты и общественность была отстранена от всей этой работы. К сожалению, на наших глазах и власти, и общество достаточно равнодушно смотрело, как эта организация, в общем-то, ну, в общем-то, в какой-то степени деградирует, и сейчас уже она существует, но её практически не видно и не слышно. Я думаю, что вот тот ресурс, который был, необходимо восстанавливать. И вот здесь, когда сделают как раз и общественные палаты, и общество, так или иначе, посодействовать, наверное, всё-таки, в восстановлении этой работы с общественностью и те структуры, которые уже существуют, их в какой-то степени надо реанимировать. Без этого у нас ничего не получится. И ещё один вопрос, который вы здесь не затрагивали, но, может быть, на фоне законодательства, там, проблемы и прочее, кажется, маловажной, но для меня он кажется очень актуальным, потому что я, в последние годы, работаю с молодёжью, я работаю с студентами университета, у нас есть направление музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия, мы готовим специалистов для этой сферы. Приходилось работать и со школьниками. Я имею в виду ту часть работы с пальниками, как популяризацию наследия, популяризацию, просвещение, вы понимаете? Вот здесь правильно было сказано, да? Что мы хотим от молодёжи, если молодёжь не знает нашего наследия, если нету соответствующих каких-то курсов в школе, у нас нет, вот есть московедение, но нет иркутское видение, да, и нет возможности школьников города Иркутска приобщать к истории, и к её наследию города, да? У нас совершенно в наших глазах практически деградировал, исчез научно-популярный журнал «Земля Иркутска», который был создан при Цесоэне, и который, в общем-то, все эти годы был таким снежным, который популяризировал наследие и привлекал к нему тысячи заинтересованных людей. Вот практически почти перестала появляться научная литература, научно-кроевическая литература в этом контексте, да? И если этого нет, то каким образом мы сможем добиться, чтобы наше вот следующее поколение, оно любило, ценило и хотело бы сохранить наше наследие? Кстати говоря, некоторые опросы, да, в СМИ, они говорят о том, что вот именно молодожник, а зачем эти развалились, как они так? Они просто не знают, что это такое. И вот здесь тоже очень большая работа для общественности, для всех специалистов, ну и я думаю, это тоже должно быть за это внимание деятельности по сохранению наследия. Спасибо. Спасибо, Вадим Петрович. Алексей Константинович Артилов, заседатель регионального отделения МААТЫ. Тоже кратко, пожалуйста, чтобы еще... Добрый день, третий. Да, я буду кратко. В резолюцию, что я попросил внести еще, усилить. Действительно, только государство может быть заказчиком и владельщиком, и столько культурным специалистам, столько-то. Это не по носу, я согласен. Но это будет барьер для недобросовестных заказчиков, экспертов, чиновников и так далее. Второе, сейчас я уже держу на тезис, я бы попросил, что вы заявили тут отключить, это глобальная проблема, у нас ведь, почему деревянное наследие самое уязвимое? Россия отошла от тех трагедств и деревянного строительства. Она полностью до этого отошла. Это только сейчас частные инициативы, где-то что-то появляется. Если Россия вернется к этому бренду строительному, новое строительство деревьев, об этом сегодня говорит один только Жириновский, в общественном пространстве. А это надо делать в государственном программе. И тогда подтянется реставрация деревянных памятников. Поэтому на вашем смотрении, на этот такой тезис вернется. Я думаю, это наверняка об Аркутске как минимум. С момента появления у нас того ресурсного центра, о котором мы говорим, на базе которого будут созданы мастера, и соответственно будет воссоздана... Я обращаюсь к общественному плану России и этот вопрос поставить на уровне правительства и президента. Потому что Север так же страдает. Это тоже деревянная зона в России, это тоже бренд. Сибирь вместе с Севером, это самое уязвимое в этом отношении. Полностью поддерживаю, что надо возрождать две вещи. Крайне важные для того, чтобы действительно мы не потеряли наше уникальное деревянное наследие. Это общественные советы, научно-методические советы профессионалам, которые будут обсуждать все болевые моменты. не только выявление или включение объектов культурного наследия в списки госредства, но и веставрацию так же. Поэтому это один комплекс, который надо обязательно возвращать. Научно-методические в обязательном порядке, при каждом органе, а не где-то в одном регионе и так далее. То, что сегодня общество, не охрана правильников, а общество в целом, исключено из этого процесса, обсуждает себе это. И все чиновники просто уже не видят нас, потому что они всесильные, они монополисты в принятии решений. И это продолжаться может быть только скатыванием все ниже и ниже. И так же, полностью поддерживая, надо возвращать на государственном уровне государственные центры реставрации. Как это во всем мире существует. Это, во-первых, действительно, освоение бюджетных средств на реставрации, очень квалифицированных. Это, во вторую очередь, обучение всех специалистов всех уровней. И это все-таки прибыльное дело. То есть, это не будет убыточно никогда. Таким образом, мы сохраним действительно ту индустрию реставрационную, которая была утрачена, просто действительно в 90-е год бездумно. Спасибо, Алексей Владимирович. Какие-то еще будут комментарии, предложения, вопросы у сегодняшних наших гостей, от прессы, может быть? Тогда, может быть, небольшой комментарий, да, Дмитрий Александрович? В финале, в совершении. Да, если бы я не смог представить правительство, присутствовать. Я думаю, что он бы мог бы тоже прокомментировать, дать ответы на многие здесь поднятые. Серьезнейшие, я считаю, проблемы, в том числе, которые есть в регионе, которые требуют непосредственного участия представителя государства. Это их основная задача, потому что у нас еще и получится встретиться. Конечно, у меня, я не могу сейчас смешивать чувство, если по пунктам все говорить, конечно, в том числе, что назначены все участники, потому что мы, встречаясь с Пагалитином, Семеном Николаевичем, год назад с президентом, состав общественной палаты России, мы услышали четкие цели и задачи, которые ставятся перед общественной палатой России, диалог общества с государством. Наша задача, чтобы он был, то есть здесь вот все то, что у нас разночилось за людей, от народа, да, это должно быть услышано, в первую очередь, государством, значит тогда суть этой структуры, она теряется. Поэтому это наша основная задача, я думаю, что мы ее пытаемся полноценно выполнять во всех отношениях, но вот и наше сегодняшнее мероприятие, наше сюда приезд, я считаю, что это важный момент, и по факту, я считаю, что у нас, по крайней мере, все состоялось, были услышаны все составляющие, представители всех, ну, это за исключением, конечно, представителей правительства, но мы услышали все стороны объективные, и они и позитивные, они и критические, потому что, ну, молодой человек с презентацией, потом вот, вот, Иркутский квартал, да, то есть вот четко сформулировал все составляющие, которые можно в связи с середины целой найти, все компромиссы, а их можно найти. Когда, вот, я удивлен, опять же-таки, тем, что не работает вот эта программа государственная, там, группы с квадратный метр, что она практически там, то, что нужны поправки в 73-й федеральный закон, это даже не обсуждается, и я предлагаю, давайте там поведем с вашим участием, в том числе, потому что без вас это нельзя делать, юридико-техническую работу, это уже все-таки, вы же понимаете, это не себе не поправки в ФССР, федеральный закон, это требуется абсолютно других, это не просто вот то, что мы можем что-то сформулировать, это четко юридико-техническая работа, выведенная, где что-то, что нужно заменить, какими словами, что нужно добавить, иначе это все опять уйдет. Я готов лично быть с ним в Польске, приходите, положите их на стол, проект поправок, потому что мы понимаем, что если нет этих поправок, она и касается, мы проводили, я думаю, мероприятие, в том числе и с Артемом Денидовым, который сейчас возглавляет Зарабикова, то, что нет общественного контроля сейчас, нет общественных инспекторов, которые были поднеделены полномочиями, мы общались в том числе и с Цветном, господин Рудак, он же курирует за вашим. Уже не курирует. А уже не курирует. А кто мезоарминистр культуры сейчас курирует? Обрывали. Обрывали? Ну, вот, как бы, то, что это так, сумбурно пока, но тем не менее, вкратце, что хотелось бы отметить, конечно, в том числе, что хотелось бы, вот я сейчас уже...